Неизменный эпиграф Матфея 5, 18 И сегодня с тем, чтобы наследовать обетование завещанной главе церкви, следовательно, всему телу Христову, мы продолжим изучение одного из поистине молитвенных шедевров, представленных Святым Духом в 143-м Псалме Давида, который, как и прочие молитвенные Псалмы Давида, выстраивает регламент правовых отношений с Богом, основанных на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом Царя. В силу чего в молитвах или в молитвенных Псалмах Давида знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свое дело. А посему в целом данная молитвенная песнь – это его правовое ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями и преждевременной смертью, а также иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим видам проклятия. Построение данного ходатайства, по которому и нам с вами следует выстраивать свои молитвы пред Богом, чтобы одержать победу над вышеперечисленными врагами, выдержано в формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует молиться. И состоит оно в данной молитвенной песне из четырех частей, которые никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собой нарушение протокола в отношениях с Богом, которые, как человек, когда входит в присутствие Бога, если он не выдержит правильного протокола, будет неправильно произносить слова молитвы, данные Богом, он не войдет в присутствие Божие. Это нам только кажется, что мы в любое время можем просто кричать «Господи, дай, Господи, спаси!» и это работает. Это не работает. Оттого люди привыкли просто говорить, бить воздух. Мы с вами уже рассмотрели первые две части и остановились на рассматривании третьей. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в присутствие Божие и предстоять пред его лицом. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и каким образом необходимо соработать со стратегией Бога в защите от этих врагов. Я прочту эту третью часть. Мы пришли к выводу, что знамение, по которому нам следует определять и выявлять иноплеменников, состоит в плоде их уст, которые говорят суетные и которых деснится деснится лжи. По определению Христа иноплеменники – это плевелы или же дети дьявола, выдающие себя за детей Божиих, которые ранее были святыми, а затем трансформировались в нечестивых. Они имеют вид хорошо окрашенных снаружи гробов, которые внутри полны зловонной нечисти, пред Богом, который выражается в том, что они выдают свою ложь за правду, распространяют свою ложь как правду и верят в свою ложь как правду. «Ибо нет в устах их истины, сердца их пагуба, горта них открытый гроб, языком своим стят» – Псалом 5.10. Эти же слова апостол Павел процитировал Римлянам 3.13. «И такая лесть, по утверждению Писания, является ничем иным, как псевдоблагочестием, в котором они хотят представить силу, которой у них нет и от которой они уже давно отреклись. Имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Рассматривая же суть стратегии Бога, с которой нам необходимо сработать, чтобы избавиться от руки сынов иноплеменных, мы пришли к выводу, что противодействие руки Божией рукам сынов иноплеменных представлено в пяти составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на десятиструнной псалтире, во-вторых, преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами, в-третьих, коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились, в-четвертых, блеснуть молнией и рассеять скопление врагов, в-пятых, пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые три составляющие и остановились на рассматривании четвертой, которая состоит в том, чтобы обратить на себя благоволение Бога в той сфере, в которой бы Бог мог блеснуть молнией так, чтобы рассеять скопление врагов или же иноплеменников. Из чего следует, что иноплеменники, несмотря на свои внутренние разногласия и враждебность друг к другу, для дискредитации возлюбленного Богом народа, имеют обыкновение объединяться и демонстрировать между собою некое подобие любви. Рассматривая же, каким образом нам следует сотрудничать с молнией, содержащейся в руке Бога, которая своим блеском призвана рассеять скопление нечестивых, мы бросили беглый взгляд на молнии в их физическом определении. Например, по заявлению ученых, молнии – это феномен природного электричества, возникающий в дождевых облаках, как источник энергии света, внезапно проявляемый в пламени огня, сопровождаемого раскатами грома, несущего смерть и разрушение, что также подтверждается и Писанием. «Он вскрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить» – Иола 36-32. Практически это все, что могут констатировать ученые о молниях, так как этот природный феномен остается для них непостижимым. Тем не менее, они выдвинули около 600 теорий происхождения молнии, которые, по их заявлению, являются ничем иным, как еще одной территорией заблуждения. Однако, насколько нам известно, молнии, представляющие как самого Бога, так и Его суд, могут и призваны не только разрушать, но и созидать, устроять, защищать, управлять и привносить жизнь и энергию Бога. Но этот аспект для мудрецов всего мира находится в неприступном свете. Так Моисей зашел в это скопление молний, молнии постоянно блистали, проходили сквозь него, он ходил среди этих молний, и ни одна из этих молний его не поразила. Напротив, когда он зашел, он сиял сам, как молния. Поэтому, учитывая, что под проявлением физических молний мы рассматриваем проявление молний совершенно иного порядка, мы решили рассмотреть и обусловить образование и назначение молний Божьих, путь, по которому посылаются молнии Бога, цена сработы с молниями Бога и результаты нашей сработы с молниями Бога. Оставляя вопрос первый, которого мы уже касались, обратимся к вопросу второму. Какими критериями определяется путь для молний громоносной, и кто и каким образом проводит эти пути? Такой вопрос имеет право как на существование, так и на исследование, уже только потому, что Бог поставил его пред человеком и желает услышать от человека ответ на этот вопрос. Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии? Иова 38, 25. Этот вопрос задан не только Иову, этот вопрос задан людям Божиим, находящимся в аналогичной ситуации с Иовом. Из постановки данного вопроса следует, что протоки для излияния воды и путь для молнии громоносной каким-то образом взаимосвязаны между собою, что неоднократно подтверждается и другими местами Писания. И вот одно из них. По глазу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя. Иереми 51, 16. Здесь тоже молнии связаны каким-то образом с дождевыми облаками. Для Иова ответ на этот вопрос практически был ответом на причину его страданий и ответ на выход из этих страданий. Разумеется, что в первую очередь проводником протоков для излияния воды и путей для громоносной молнии является никто иной, как Бог. Однако после сотворения человека Бог принял решение ничего не творить и не совершать на земле без сработы с таким человеком, который бы представлял его образ и его подобие. В силу этого, чтобы всякий раз проводить протоки для излияния воды и путей для молнии громоносной, Богу необходим был человек, представляющий его образ и его подобие, который как раз и мог бы стать как его проводником для излияния воды, так и его путем для молнии громоносной. Далее из этих мест следует, что Бог творит молнии среди дождя в тот момент, когда возводит дождевые облака от краев земли, из чего следует, что молния – это результат дождя, в то время как под облаком, проливающим дождь, подразумевается вероучение, следуя которому мы становимся как путем для молнии громоносной, так и самой молнией. «Внимая небо, я буду говорить, и слушая, земля, слова уст моих, польется, как дождь учения мое, как росарь яч моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». То есть облако изливающая дождь представляет, как мы видим в Писании, учение. В результате протоками для воды, как мы видим, и путем для громоносной молнии в человеке становится истинная премудрость в лице Святого Духа, представляющего в нашем Духе ум Христов. Иова 28, 25, 28 подчеркивает эту мысль. Когда он, то есть Бог, полагал ветру вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее и явил ее, речь идет уже о премудрости, приготовил ее и еще испытал ее, и сказал человеку, вот страх Господен есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Практически все имеющие составляющие или под всеми имеющимися составляющими подразумевается человек, несущий образ и подобие Бога. То есть вот здесь и под ветром, и под дождем, и под путями для дождя, и путей для молнии громоносной, и путями, и молнией, и самим дождем, и облаком. То есть учение отдельно без человека или вне человека, это вообще, ну, не работает. Здесь представлено учение вместе с человеком. Это образ и подобие Бога, через который Бог работает на этой земле. Под ветром, которому Бог полагал вес, подразумевается слава Божия в данном человеке, которая представляет в этом человеке Христа. Потому что в Писании вес, когда он ветру полагал вес. Мы знаем, что ветер – это дух, а вес – это тяжесть, слава. В Писании она представляется всегда как слава, вес. Потому что только так в этом положительном смысле определяется слава Божия в нас. Колоссянам 1, 26-27. Тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которой есть Христос в вас, упование славы. Вес, тяжесть, слава, которая находится в человеке. И здесь она называется «Где ты был, когда я полагал ветру вес? Или знаешь ты эти вещи?» Под уставом для дождя, производящего молнию, подразумевается порядок, в зависимости которого себя ставит человек. человек, потому что дождь – это учение, и он производит это учение, делает человека молнией. Поэтому под уставом для дождя, для того, чтобы быть дождем, необходимо выполнять устав. то здесь подразумевается порядок, от которого себя человек ставит в зависимость. Потому что устав – это свод правил и инструкций, которые выражаются как в выполнении определенных составляющих, так и в определенной последовательности этих составляющих. В то время как под самим путем для молнии громоносной подразумевается призвание данного человека, которое само по себе не является целью, но которое ведет к цели. То есть каждому человеку Бог назначил какое-то призвание. Призвание – это путь. Бог проводит этот путь не без человека. Человек становится этим путем для молнии громоносной и одновременно молнией. Но само призвание, то есть путь – это путь к цели, а не сама цель. И, конечно, таким путем данный человек становится посредством того, что получает власть – быть помещенным во Христа. А, следовательно, власть – представлять Его полномочия на земле. Когда Бог помещает нас во Христа, только тогда мы можем представлять Его власть, Его молнию. Иисус сказал ему, то есть Филиппу, «Я истинный путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Когда мы помещаемся в этот путь, мы тоже становимся этим путем. Мы начинаем представлять, Он начинает представлять этот путь. Мы помещаем его в себя, Он помещает в нас. Поэтому только принимая Христа внутрь, и будучи помещенными во Христа, мы становимся в Его лице путем к Богу. И на практике именно это дает нам право на взаимоотношения со Своим Небесным Отцом в том формате, в котором может и призван благословляться Бог, или же исполняться воля Божия, что практически одно и то же. Потому что как разящая молния, так и дождевые облака, в которых она образуется, призваны своим действием благословлять Бога, превозносить Бога, и петь, воспевать Божьи суды. Вот что призвано делать разящая молния. Даниила 3,73. «Благословите молнии и облака Господа, пойте и превозносите его вовеки». Итак, помощь в действии сверкающей молнии, о которой Давид просил Бога, происходит, когда молния поражает и рассеивает иноплеменников. И такое действие в первую очередь благословляет Бога и превозносит его над чуждым огнем, который на племенники выдают за огонь Святого Духа. Те чувствования, которые мы часто чувствуем, не всегда эти чувствования бывают от Святого Духа. Сверхъестественное прикосновение к человеку – это не обязательно прикосновение Святого Духа. Поэтому нужно знать устав. Если устав не выполнен, если нарушены определенные истины, а эмоции захлестывают, и люди говорят «с нами Бог», это говорит, что с ними дьявол. Потому что невозможно по этим вещам судить. Поэтому чуждый огонь часто горит во многих людях, во многих общениях, и они даже не подразумевают, что это чуждый огонь. И для того, чтобы уничтожить чуждый огонь, потому что он противостоит возлюбленному Богом народу, противостоит Божьему огню. Поэтому молнии Четвертого измерения, как и молнии в физическом мире, хотя и восходят от земли, но образуются вверху, и только затем уже нисходят на землю, чтобы совершить на земле то, что было им повелено и предрешено на небесах. Я приведу одно библейское событие, в котором образно представлено, как и каким путем молния Четвертого измерения в лице человека выполняет на земле то, что было для нее предрешено на небесах. Это история о Вараке, военачальнике Израиля, во главе с судьей Израиля Деворой, женой Лапидофовой, в подчинении которой он находился, и по повелению которой он вел войны Израиля. Дело в том, что имя Варак означает молния. Варак – молния. Упоминаемые в Писании числа, насколько нам известно, имена людей, местностей, гор, городов, рек, всегда имеют некое символическое значение, связанное как с противостоянием детей дьявола по отношению к детям Божьим, так и с пророческими судьбами, которые призваны наследовать, как дети Божьи, так и дети дьявола. Поэтому в Писании не так просто приводится название рек, местностей, городов, гор, людей. Давайте прочтем это место. Судьи 4 глава 1, 15. «Когда умер Аот, сыны Израиля, стали опять делать злое пред очами Господа». Аот – это судья Израиля. «Когда предводитель умирает, люди начинают делать злое. И предал их Господь в руки Иовина, царя Хананского, который царствовал в Оссоре. Военоначальником у него был Сесара, который жил хорошо в Гаиме». Обратите внимание, если бы это не имело значения, Дух Святой не указывал бы имена этих людей и где они жили, и в каких отношениях они были друг с другом. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьей Израиля Девора пророчица жена Лапидовова. Она жила под пальмою Девориною между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова из Кедеса Нефалимова. И сказала ему, «Повелевает тебе Господь Бог, Израилев, пойди, взойди на гору Фавор. То есть, и возьми с собою 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых». То есть, прежде чем пойти взять этих людей, он должен был пойти, взойти на гору Фавор и привезти их туда. «А я приведу к тебе, к потоку Кессону, Сесару, военачальника Иовинова, и колесница его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои. Варак сказал ей, «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему, «Пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сесару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. То есть в город, где жил Варак. Вначале она его призвала к себе, а потом вместе с ним пошла к нему домой. Варак созвал Завуланян и Нефалимлян в Кедес. И пошли вслед за ним десять тысяч человек. То есть обратите внимание, почему-то только десять тысяч, ни больше, ни меньше. И почему-то только из двух колен. И донесли Сесаре, что Варак, сын Авианамов, зашел на гору Фавор. Что так могло возбудить этого военачальника, иноплеменника, когда он узнал, что военачальник Израиля взошел на гору Фавор? Сесара созвал все колесницы свои, девятьсот железных колесниц, и весь народ, который у него в Харашев Гаиме. Да, и из Харашев Гаима к потоку Кессону. И сказала Девора Вараку, «Встань, это тот день, в который Господь предает Сесару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним десять тысяч человек. И когда он сошел с горы с этими десятью тысячами человек против армии, которая превосходила не в десять раз, а гораздо больше, только девятьсот только колесниц было. На каждой колеснице там не был один человек. Тогда Господь привел в замешательство Сесару, и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сесару с колесницей и побежал пеший. То есть, Варак выиграл бой. В этой истории Святой Дух хотел показать, каким образом Бог будет творить молнии среди дождя, потому что имя Варак – это молния, чтобы противопоставить свой огонь в действии молнии чуждому огню иноплеменников. И обратите внимание, сыны Израиля, вы стали делать злое, когда умер судья Израиля Аот. Аот означает сила и крепость. То есть, практически смерть Аода указывает на тот фактор, что с потерей поставленного Богом человека, Израиль утратил силу и крепость своего упования на Бога и стал делать злое. То есть, очень много людей полагают, что они очень прекрасно обойдутся сами с Духом Святым, у них есть прямое общение, и им абсолютно не нужен подобный Аот. Однако, когда им не нужен Аот, и он для них умирает, образно будем говорить, когда люди отвергают человека, поставленного Богом, этот человек для них умирает. Это не значит, образно, мы сейчас символически рассуждаем, там была физическая смерть, но сегодня эта физическая смерть не наступает, наступает духовная смерть. Люди отказываются, противодействуют, критикуют, и таким образом человек, поставленный Богом, умирает для них. И они радуются и думают, вот теперь нам не нужно это ничего, мы сами напрямую с Богом, но Писание говорит, они попадают под действие чуждого огня. Сила Божия уходит от них. За это зло Бог предает Израиля в руки Иовина, царя Иссорского, на 20 лет, которые вместе со своим военачальником Сесары представляют чуждый огонь. Что указывает на тот фактор, что зло, совершаемое Израилем, каким-то образом было связано с нарушением определенных дисциплин вероучения, символически заключенных в число 20. Но у нас сегодня не будет времени это рассмотреть, потому что это вопрос чуждого огня. Мы сегодня будем в основном концентрироваться на составляющих Божьего огня. Божий огонь представлен, как я сказал, в Араке, под главою Деворы, пророчицы и судьи Израиля. А посему названиями, он повторяю, связанных с родом и местожительством Варака и Деворы, это составляющие, которые определяют природу божественного огня. Итак, имя Варака означает молния, в то время как имя Девора означает пчела. Она символизирует ум Христов или облако, в котором и посредством которого Бог творит молнию. А посему первая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это необходимость поставить себя в зависимость от своего сердца, а не от своей собственной головы. То есть от своего сердца, потому что Девора представляет сердце, ум Христов. От нее исходит слово для Варака. 1 Иоанна 2, 18-21. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов. Слово Антихрист противник Христа, противник истины, противник Божьего порядка, противник того, кого послал Бог. То мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, эти Антихристы. Он говорит об Антихристов. Но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли. И через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истину, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Вы имеете помазание. Интересно, где это помазание? В мозгах, в интеллекте или в сердце? Имеется помазание ум Христов, знание. Зачем уму Христову быть помещенным сюда, когда уже здесь есть ум? Ум Христов помещается в сердце человека, чтобы человек мог слушать, что говорит Господь в сердце. Но люди не хотят работать сердцем. Они работают своей головой и еще возмущаются. Это что? У нас нет головы, что мы должны слушать. Слушай свое сердце. У тебя есть сердце. И твое сердце тебе скажет то же, что говорит посланник Божий. Поэтому только ум Христов в сердце, а не голова, могут показать, кем являются Ворак и Девор и кем являются Сесара и Иовин. В Писании мед, потому что Девора – это пчела, которая вырабатывает мед. Поэтому в Писании мед символизирует откровение Божие, мудрость Божию или ум Христов, что практически одно и то же. Иезекииле 3.3. «И сказал мне, Сын человеческий, напитай чрево Твое и наполни внутренность Твою этим свитком, то есть этой книгой. Я даю тебе, и я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Когда Бог посылает откровение, и оно приходит, и оно в устах сладко, как мед, но там может стать горько. Поэтому вторая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии – это необходимость вкушать мед в предмете слушания Слова Божия из уст того, кого поставил Бог. Она призвала в Арака и сказала, «Повелевает тебе Господь, взойди на гору Фавор». Отчего я пойду на гору Фавор? Я могу на другую гору пойти. Какая разница, на какую гору сходить? Почему ты решила, что именно с горы Фавора я должен поразить? И как я пойду на гору Фавор? И что? Столько лет они уже царствуют над нами, они превосходят нас силою, а ты мне говоришь, «Пойди, взойди на гору Фавор». Возьми десять тысяч человек, нефалимлян, заволонян, и Господь предает тебя и посылает тебя, чтобы ты сразился. Иди сама сразись. Нет, он подчиняется, повинуется ей, не просто повинуется, он принимает это слово, он ест этот мед и просит, чтобы она так же пошла с ним. Она говорит, «Слава не будет тебе», а он говорит, «А мне не нужна слава, мне нужна победа. Я хочу быть уверен в победе, а для того, чтобы уверен быть в победе, мне нужно, чтобы ты была со мною». Она же не будет держать меч, но я хочу, чтобы ты была со мною, тогда у него будет сила. Итак, вкушение мед определяется Писанием, в имеющейся власти призывать имя Господне. Вкушать мед – это обладать способностью или властью призывать имя Господне. Римлянам 10, 13, 17. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. «Всякий, кто призовет имя Господне». Мы уже с вами говорили, для того, чтобы призывать имя Господне, нужно приготовиться, слушать и немедленно реагировать на слушание. Это и есть призывать имя Господне. Внимательно приготовиться слушать, для того, чтобы немедленно выполнить услышанное. Поэтому, когда она позвала варака, будучи пчелой, вырабатывая мед, то есть, ей нужно было истолковать, оно приходит туда совершенно в ином виде. И когда она передала вараку, то варак, когда шел к ней, она его призвала. Он уже приготовил сердце к слышанию, идя туда. И когда он пришел, и когда она ему сказала, он немедленно готов был это выполнить. Поэтому, это и называется, вкушать мед, означает призывать имя Господне. А для этого нужно слышать того, кого послал Бог. Поэтому варак, благодаря вкушению меда, который производила пчела в лице Деворы, получил откровение взойти на гору Фавор и затем с позиции этой горы низложить войско царя Явина. Но для получения этого откровения ему необходимо было явиться в расположение и в место пребывания Деворы. Она его призвала к себе. Поэтому третья составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это необходимость чтить день субботний. Что означает иметь органическую причастность к определенной поместной церкви и не оставлять своего собрания, в котором и через которое Бог передает нам свои повеления, потому что, как мы знаем, Девора жила на горе Ефремовой. Евреям 10.25 не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривать и приближение дня онного. Итак, мы прочитали, что Девора жена Лапидов вожила под названной ее именем Пальмой между Вифилем и Рамой на горе Ефремовой. Пальма символ праведности. Праведник цветет как пальма и она названа была ее именем эта пальма. Имя Лапидов муж Девора означает факел. Это свет, от которого поставила себя Девора в зависимость. Многие не видят этого положения. Это ее муж, как будто бы он не играет тут никакой роли. Она судья, она пророчица. но его имя очень многое нам говорит, что это факел, свет. Таким образом, все деяния Деворы, следовательно, Ива Рака символически происходили в добровольной и желанной зависимости от руководящего света, которым является Слово Божие, передаваемое Деворы через Лапидово. Потому что он был свет, факел. Она была пчела, которая принимала этот мед или этот свет, или где-то, но имя это очень интересное. Как пчела Девора получает откровение Бога от своего мужа Лапидова, в лице которого подразумеваются две владычественные инстанции Бога, Слово Божие и Святой Дух. Потому что это свет, факел. И рассматриваются они, то есть как она получает в предмете нектара этот факел рассматривается из пыльцы цветов, который она затем истолковывает или перерабатывает в мед, которым будет питаться сама и будет продавать в Араку. Поэтому четвертая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это необходимость платить цену за мед. Не думайте, что в Араку не надо было платить цену. Для того, чтобы признать это уже цена, нужно платить цену за мед, нужно его покупать. Матфея 25, 8, 9 «Неразумные сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Это говорит о том, что нужно платить цену, и варак ее платил. Поэтому, чтобы быть Божьим огнем, необходимо платить цену за то, чтобы услышать это Слово Божие, а потом его исполнить. Гора Ефремова, где жила Девора и куда был призван варак, находящийся между Вифилем и Рамою, означает плодородная земля или добрая почва. Ефрем плодородный, добрый. Этот фактор указывает на доброе и чистое сердце, которое является конкретным местом получения откровения, способным принимать и быть оплодотворяемым семенем Слова Божьего. Добрая земля. Поэтому пятая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это необходимость иметь непорочную совесть в предмете доброго и чистого сердца. Луки 8, 15. А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Рамо в Галатске. Рама это Рамо в Галатске. Это означает холм свидетельства. Это место, на котором в свое время Иаков заключил с Лаваном союз. Когда Лаван гнался за ним, чтобы взять своих богов, которые украл Рахиль, но Иаков не знал об этом. И он взял всех своих людей, вооружил и гнался за Иаковым. И когда догнал его и не нашел своих идолов, потому что дочь схитрила и сказала своему брату, то есть отцу своему, господин мой, позволь мне не сходить с верблюда, потому что я не могу по-женски сойти. И поэтому он не обыскал, а они как раз находились под ней, она села на них и таким образом он обыскал у всех мешках, но не подумал, что это дочь могла сделать. И тогда Иаков стал возмущаться, доколе ты будешь так себя вести. И тогда они заключили союз, набросали большую кучу камней на холме и заключили обед, союз, что они не будут делать друг другу зла. Давайте прочтем это. И сказал Лаван, сегодня этот холм между мною и тобою свидетель, посему и наречено ему имя Галат. Этот холм свидетель, этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами Бог Отца их. Иаков поклялся страхом Отца своего Исаака. Поэтому шестая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это доказательство к принадлежности к роду Авраама. Ведь они поклялись своими отцами. То есть они поклялись Богом своих отцов. Оба. И поэтому для того, чтобы быть Божьим огнем, как мы видим, вот этот Галат, мы сейчас говорим о Галате, потому что гора Ефрема находилась между Рамою и Галатом, то есть Рамов Галатский и Вифиль. Второзаконие 4,31. Господь Бог твой есть Бог милосердный, Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятвою утвердил им. Обратите внимание, речь идет об отцах. Бог не забудет завета, который Он утвердил с отцами твоими. Поэтому для того, чтобы Бог что-то сделал для нас, необходимо иметь свидетельство, доказательство, что у тебя есть связь с отцом, с которым Бог заключил завет. Бог потом и с Израилем заключает завет при условии, что они докажут, что они являются сынами тех людей, с которыми Бог ранее заключил завет, потому что все должно передаваться из рода в род, из чистого рода в чистый род. В Писании Господь, как мы знаем, восхищается волосами своей возлюбленной, сравнивая их со стадом коз, сходящим с горы Галацкой, которые являлись свидетельством ее любви к нему. О, ты прекрасна возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галацкой. То есть имеется в виду это доказательство принадлежности к отцам говорит о признании над собою делегирной власти, о покрывале, чем Бог любуется и восхищается и называет, что твои волосы, как стадо коз, сходящих с горы Галацкой. То есть Ефремовая гора, на которой жила Девора, находилась между Вифилем и Ромофом Галацким, вот именно этой горою. А сам Вифиль означает дом Божий, это место, где Яков дал обет Богу, что будет чтить его своими приношениями в формате десятин из всего, что ему дарует Бог. Поэтому седьмая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это необходимость чтить Бога десятинами. Не думайте, что ворак туда пришел к ней с пустыми руками, когда его позвала Девора. Никогда в Древнем мире, когда вы идете к князю или к судье, вы не могли прийти с пустыми руками, не говоря уже в храм Божий. Просто прийти поговорить с тысяченачальником или пойти к начальнику, это невозможно. Просто прийти к священнику невозможно. Нужно что-то принести, ты не можешь приходить с пустыми руками. Поэтому Вифель это место, дом Божий, где Яков дал обет, что будет чтить Бога десятинами приношениями. Бытие 28, 19, 20. И нарек имя месту тому Вифель. И положил Яков обет, сказав, если я в мире возвращусь в дом отца моего и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И всего, что ты Божий даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Обратите внимание, что это происходило далеко до закона Моисеева. Моисея еще нет, закона Моисеева еще нет, а десятины уже существуют, существует Божий дом, существует поклонение. Таким образом, гора Ефремова в предмете доброй или плодородной почвы является таковой лишь только потому, что с одной стороны имеет доказательство своей принадлежности к роду Авраама, а с другой чтит Бога десятинами. В то время, как Варак, сын Авианамов, жил в Кедесе Нефалимовом. Авианам отец Варака означает отец миловидности, имя Авианам отец миловидности. Миловидные это приятные, привлекательные, обретающие благоволение. Благоволение Бога для Авианама выразилось в Вараке, который стал воином молитвы. Поэтому восьмая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это необходимость являть смирение. Потому что именно смирение в очах Бога является миловидностью, которая обретает благоволение Бога. Притча 3.34 Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. То есть благоволит кому он? Вот это слово смиренный это миловидный. Второе значение слова смиренный миловидный, вызывающие приятные ощущения, вызывающие благодать, благоволение. То есть когда Бог смотрит на такого человека, он привлекает его собою, своим вот таким характером внутренним. Матфея 11.29 Христос говорит возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим. То есть почему отец любил своего сына, называл его возлюбленный, почему он говорит в нем мое благоволение, потому что он был смиренным, он был миловидным, а Давиде тоже так сказано, он был миловидным человеком, то есть смиренным. Город Кедес, в котором жил Варак, означает святилище, Кедес, святилище, что указывает на власть человека жить по духу. Поэтому девятое составляющее, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это необходимость поступать по духу. Галатам 5.16.18 Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не подзаконным. То есть святилище всегда находится в нашем духе, в нашем сердце. И здесь имеется в виду жизнь по духу. Он жил в кедесе, жить по духу. Если человек живет по духу, тогда он не может исполнять вожделение плоти. То есть почему человек не может устоять перед страстями, желаниями, вожделением плоти? Потому что дворец побеждающий в битвах, что указывает на поклонение в духе. Поэтому десятая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это необходимость поклоняться в духе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине, ибо таких поклонников отец ищет себе. Иоанна 4, 24, 23. Бог есть дух, поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истине, таких поклонников отец ищет. Точно так, как везде в Писании говорится, чтобы мы искали Господа постоянно, причина, потому что Бог постоянно нас ищет. Здесь не имеется в виду, что искать и найти. Слово ищет, можно быть мужем и женой и постоянно искать друг друга. Имеется в виду искать благорасположение, изучать движение сердца и ума. Вот это называется искать Бога. Постоянно изучать, кто такой Бог, чтобы сделать что-то такое, что было бы приятно Ему. Вы думаете, Бог все время хочет говорить, я хочу, чтобы ты сделал то-то. Бог редко такие вещи говорит. Если Он будет все время приказывать, а вы будете все время исполнять, то не будет вот такой любви между вами и Богом. Бог хочет, чтобы мы сами узнавали, что Он хочет. Вот вы знаете, как когда люди любят друг друга, они пытаются угадать, что она желает или что он желает, а для этого они изучают, изучают желания, изучают вкусы, наблюдают, что приятно, что неприятно. Так и здесь. У нас есть Библия, которая говорит, что Богу приятно, а что Ему неприятно. И когда мы изучаем и начинаем это делать, Бога это просто очаровывает, захватывает. это и говорится о поклонении. Бог ищет себе поклонников, потому что поклоняться в духе это искать Господа. Это искать Господа. В кедес нефалимов были созданы помимо нефалимлян также и завулоняне. Имя завулон означает князь, управляющий конем, господин, властитель. Вот что означает имя завулон. То есть не просто Девора сказала возьми себе вот из двух колен десять тысяч человек. Призови их, взойди с ними на гору Фавор. Князь, управляющий конем. Поэтому одиннадцатая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это необходимость владеть собою. Притча 16-32 Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Долго терпеливый лучше храброго. Оказывается, чтобы владеть собою, надо обладать терпением. И не просто терпением, а долготерпением. То есть уметь терпеть столько, сколько это необходимо. Не говорить, а сколько уже можно терпеть. Извините, все, я уже больше не могу. Это говорит о том, что ты не терпел. Потому что терпение Христово, о котором мы уже разбирали и говорили ранее, это такой вид терпения, который будет терпеть ровно столько, сколько надо. Ведь терпение всегда связано со временем и с жатвой, со временем. Ну сколько еще, Господи? Божий ответ был бы таков, пока созреет жатва. Я не могу пожать до тех пор, пока не созрело. То есть, почему Бог не наказывает определенных людей? Да они не созрели к наказанию. Почему Бог не награждает определенных людей? Да потому что они также не созрели еще для награды. Созревают вместе на одном поле и те и другие. И Господь в одночасье начнет когда пожинать, и те и другие получат возмездие. Одни получат награду, а другие получат наказание. Но пока наказание не получают люди, они говорят, значит, мы на правильном пути. Что ж вы говорили, Божий суд справедлив, если мы неправильно поступаем, то почему Божий суд нас не постигает? Да потому что вы еще не созрели. Дополняйте меру беззакония, пока созреете. И потом это произойдет. Поэтому вот эти люди, то есть, были созваны, то есть, посмотрите, какая армия, что должно, для того, чтобы ворак мог победить, ему нужны были нефалимляне и заволоняне. Далее, численность войск нефалимлян и заволонян должна была равняться десяти тысячам и не больше. Это образное число, которое представляет Божью святость. Поэтому двенадцатая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это необходимость светить Бога в своем сердце. Господа Бога светите в сердцах ваших. 1 Петра 1, 3, 15. Видите, только все вместе взятые составляющие могут называться огнем Божий, который в действии молнии призван уничтожить источник чуждого огня и рассеять иноплеменников. Только когда огонь чуждый будет уничтожен, тогда они будут рассеяны. Гора Фавор, гора преображения, так она называется, гора преображения. Это место, где Христос преобразился. Именно туда она сказала, взойди, чтобы вам обновиться духом ума вашего. Для того, чтобы взойти и уйти с этих низин, он говорит, вы должны кое-что оставить, плотское, а потом взойти туда и обновиться духом ума вашего, чтобы вам познавать волю Божию. Вот оттуда он уже когда сошел, а когда узнал, когда услышал Сесара, что ворак созвал нефалимлян, заволонян и зашел на гору Фавор. Он созвал все 900 колесниц, весь, все ополчение, весь народ и пошел к потоку Кессону. Дело в том, что Ефремовая гора находится как раз на Армагеддонской долине. То есть на спуске ее начинается Армагеддонская долина и там течет поток Кессон. Это место, где должна произойти Армагеддонская битва. Так она называется. Это поле, где ворак победил Сесару. Поэтому для того, чтобы восходить на эту гору, для того, чтобы все эти составляющие иметь, мы увидели насколько важно каждая мелочь, каждая деталь, под ней Господь что-то скрыл. Конечно, мы могли бы не брать это, а просто я мог бы взять эти 12 составляющих. Почему взял 12? Потому что это порядок Божий. Я взял 12 составляющих именно в этой Дух Святой мне показал. Он мне показал и в других вещах. Я мог бы не брать этого, а просто взять места Писания и показать из чего должен состоять Божий огонь, но легче, когда представлен образ. И вы увидели, как ворак победил Сесару благодаря тому, что он был в подчинении Деворы, а Девора была в подчинении Лапидофа. Мы видим вот эту субординацию, иерархию, подчинение младшего старшему. То, что Сатана пытается сегодня разбить и уничтожить. Потому что восстают люди, которые совершенно не восходили на эту гору Фавору, не обновлялись духом ума своего. И, конечно же, они постоянно могут оперировать, то есть обращаться к вам для того, чтобы подорвать ваш духовный авторитет. Больше ничего. Но когда вы будете обладать этими составляющими, никто вас уже не сможет победить. Потому что с вами будет Божье помазание, Божий елей. Потому что Божий елей, он приходит как некая радость. Дух Святой сам является радостью. Некоторые думают, что радость это нечто такое. Это не нечто такое, это личность Святого Духа присутствует в человеке. Тогда у него есть ненависть беззаконию и жажда творить правду. Я не буду продолжать, потому что у нас не хватит времени на того, чтобы рассмотреть чуждый огонь сегодня. А его важно рассмотреть, то есть кем мы не должны быть. Мы рассмотрели, кем мы должны быть. Потом мы рассмотрим, кем мы не должны быть, чтобы рассеять скопище иноплеменных. Первое скопище иноплеменных это наши мысли, которые часто обуревают нас. И чтобы люди иногда не могут выйти, просят и говорят, помолитесь, меня мысли одоливают всякие, и каждый из вас знает, что это такое. Потому что иногда у людей появляется мнение, а это все время против кого-то. Не, конечно, против. Вначале мы побеждаем себя, и только потом мы можем побеждать кого-то. Если вы увидели Вараку вначале надо было победить самого себя, надо было смириться, и только потом с обновленным мышлением с горы Фавора он пошел против Сесары и победил. А сейчас склоним наши колена и помолимся, поблагодарим Бога за мед, за его слово, которое он посылает нам. Я верю, если мы будем над этим размышлять подобно Вараку, подобно Деворе, то мы обретем эти составляющие, эти имена станут нашими именами. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, да будет благословена милость Твоя от века и до века, ибо Ты наша помощь, Ты наша надежда, наше упование, Ты свет, который освещаешь наш путь. Мы благодарим Тебя, что Ты стал нашим путем, и что в Тебе мы можем быть источником для Твоего огня, что Ты сделал нас Твоим божественным огнем и научил нас отличать зло от добра, чуждый огонь от Твоего божественного огня. Да будет благословена милость Твоя, потому что Твой божественный огонь выражается, когда человек признает над собою Твою делегированную власть, когда он платит за ученичество, когда он слушает и приготавливает сердце свое к слышанию Слова, когда он долго терпит ровно столько, сколько это необходимо, когда он полагается на Тебя и ожидает от Тебя, и живет спокойной жизнью, и не загорается нетерпением, когда же Ты это исполнишь, потому что Ты исполнишь тогда, когда созреет человек. Благодарим Тебя, Господи, что мы можем уповать на имя Твое, уповать на истину Твою, на слово Твое, которое может содержать нас. Благодарим Тебя, что Ты исцелил нас и решил на небесах и поставил свое исцеление, положил на наш счет. А посему можем проклинать всякие немощи и болезни именем Твоим, как работу дьявола, которую Ты пришел разрушить. А посему пользуясь случаем вновь и вновь на этом святилище, на этом месте, где Ты собираешь нас для поклонения Тебе вместе, чтобы прославить имя Твое, да будут прокляты вновь и вновь болезни и немощи в народе Твоем, да прольется исцеление Твое, как бальзам Галаада, да избавишь Ты нас от врагов наших и от преследующих нас, да приготовишь Ты нам трапезу на виду врагов, да позволишь Ты нам славить имя Твое и наслаждаться присутствием Твоим. Слава Тебе! Аллилуйя! Благословен Господь! Аллилуйя! Слава Тебе! Да сойдет слава Твоя, да придет учение Твое, как дочь на наследие Твое, да ляжет она, как мелкая роса на траву. Благодарим Тебя, Отец. Нет ничего в этой жизни более дорогого, нежели общение с Тобою. Мы можем потерять все, но если мы не потеряли Тебя, мы не потеряли ничего. Потому что Твоя земля и все, что наполняет ее. Ты приготовил для нас новое небо и новую землю. И мы заранее уже Тебя благодарим за новое небо и за новую землю. Благодарим Тебя за законы, которыми мы живем на этой земле, законами нового неба и новой земли. Мы Твой народ, мы Твои дети. И Ты позволил нам жить на этой земле законами новой земли. Благословен Ты и благословена милость Твоя. Ты окружил нас войском Твоим, ополчением Твоим, ангелами Твоими. Ты блюдешь нас к спасению и хранишь нас. Ты хранишь иноплеменников, которые преследуют нас к наказанию. Этот мир не будет уничтожен, потому что Ты блюдешь его к суду. И когда явится Твой великий белый престол, только тогда небо и земля убегут от лица Твоего. Но до тех пор земля будет стоять, и никакие пророчества, никакие предсказания, ни древних племен, ни новоявленных мессий не могут поколебать земли, которую Ты содержишь. Она будет стоять твердо, потому что Ты ее Господин, Ты ее охраняешь, потому что здесь находятся Твои дети, которых Ты воспитываешь. Это место, где Ты воспитываешь сыновей и дочерей для Своего Царства. И они являются здесь представителями Твоего Царства, представляют новое небо и новую землю на этой старой земле. Благодарим Тебя, Господь! Благодарим! Как Старый Завет не мог привести Твой народ к покою, так и эта земля не может привести человека к покою. Посему Ты приготовил для нас новый город в лице Своей Церкви. Ты приготовил новое небо и новую землю. Благодарим Тебя, Господи, за Твой огонь, который не уничтожает нас, но который согревает. Ты научил нас, как жить при огне поедающем. Он поедает грех, Он поедает нечистоту, но Он вселяет прохладу, радость и трепет в те сердца и в те души, которые живут Тобой, которые живут для Тебя. Благословен Ты, Господи, в народе Своем. Благословен Ты в детях Своих. Слава Тебе! Аллилуйя! Ты возвих Церковь Свою и поставил ее на Тверде Небесной, как светило, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью. Не знают цари, не разумеют этого. Но однажды они имеют и положат перст на уста свои, потому что они увидят то, чего никогда не видали и услышат то, чего никогда не слыхали. Они думали, что они управляют землею. На самом деле Ты управлял Твоей землею через Твоих детей. Благодаря их молитв совершается все на земле. И что бы ни совершалось, Ты все приводишь к тому, чтобы приготовить свой народ, приготовить невесту свою, восхищению. Поэтому сегодня все мировые события, которые происходят, и природные катаклизмы, они подготавливают Церковь Твою, невесту Твою к восхищению, чтобы она научилась противостоять, не пугаться, но верить и твердо стоять, восклонить свою голову, потому что приблизилось ее избавление. Господи, мы действительно живем в удивительное время, в которое желали жить многие цари, многие праведники. Но Ты позволил нам, святым Твоим последних дней, жить в это удивительное время, представлять Твою святость, представлять Твою славу, Твои законы, Твою правду среди распада и разврата, устроять и созидать Твое царство на земле. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Благословен Бог! Слава Богу и Агнусу вовеки! Аллилуйя! Слава Богу и Агнусу вовеки! Слава Богу и Агнусу вовеки! Твоего, ибо Ты печешься о нас, вложи это в сердце народа Твоего, что Ты печешься о них, что Ты их Отец, любящий Отец, чтобы они могли возрадоваться и успокоиться. Научи нас, чтобы мы стали Твоим путем, Твоими облаками, наполненные Твоей водой, чтобы могли производить правосудие и течь этим чудным потоком. Слава Тебе, Иисус! Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.